Паспорт, гелевая ручка и лист бумаги. Сегодня для всех одиннадцатиклассников эта фраза звучит как мантра. Ведь их ждет самый главный их школьной жизни этап – единый государственный экзамен. Ученица 27-й школы Елизавета Бунина рассказывает, что еще в девятом классе решила стать врачом. Экзамен по химии уже позади, биологию будет сдавать последний, а сегодня обязательный для всех русский язык. Мы к нему очень долго готовились, написали итоговое сочинение, поэтому надеюсь, что результаты будут прекрасны, как и по остальным предметам. Это уже второй экзамен, поэтому не так страшно. С собой только вода и шоколадка для ясного ума. Разрешается взять и жизненно необходимые таблетки. Однако пить их при необходимости придется под присмотром наблюдателя. Прошлый пандемийный год многое поменял в атмосфере сдачи ЕГЭ. Теперь все аудитории оборудованы санитайзерами и рециркуляторами воздуха. А самый крупный экзамен по русскому языку разделили на два дня, чтобы все ученики смогли сдать ЕГЭ на безопасном расстоянии друг от друга. Маски снять разрешили все, кроме наблюдателей. У нас изменений особо никаких нет, потому что мы должны соблюдать дистанцию в полтора метра, масочный режим, обработка антисептиками. Пользуемся мы. Какой предмет сдаешь? Русский. Волновался? Конечно. Кстати, в этом году ЕГЭ сдают более 11 тысяч школьников края. Подготовлено 98 пунктов и 1059 аудиторий. Самыми популярными предметами по-прежнему остаются общество знания и информатика. Кстати, экзамен по компьютерной науке в этом году пройдет совершенно иначе. В этом году дети будут сдавать информатику в компьютерном варианте, как мы его называем КЕГ. Было установлено новое оборудование, которое позволяет сегодня принимать очень серьезный и скоростной интернет для того, чтобы не задерживать ответы, которые высылаются здесь же в компьютерном варианте по окончании работы. То есть дети полностью выполняют работу на компьютере и полностью отправляют ее на проверку тоже на компьютере. И еще о важном. Если сдающий получит за ЕГЭ неудовлетворительно, то исправить оценку он сможет только в следующем году. Напоминаем, что основной период ЕГЭ продлится до 25 июня. На следующей неделе школьников ждут экзамены по математике, истории и физике. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком.